Выстрел в тишину Запад готовит Армению недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом сказал, что между Азербайджаном и Арменией до факта уже существует мир, и на границе двух стран несколько месяцев царит мирная обстановка. Сегодня же, когда в МИД Азербайджана был вызван посол Европейского союза Петер Михалко, в заявлении Азербайджанского внешнеполитического ведомства также подчеркивалось, что на границе царит невиданное до сих пор спокойствие. Однако, это спокойствие, видимо, было поперек горла армянским властям и их западным покровителям, и сегодня выстрел армянского снайпера, в результате которого был ранен азербайджанский пограничник, подорвал установившуюся на условной границе тишину. В том, что инцидент был умышленный и целенаправленно совершен вооруженными силами Армении и направлен на обострение ситуации, нет никаких сомнений. Армения, так и не отказавшаяся от территориальных претензий к Азербайджану, давно вынашивает реваншистские планы, не умело скрывая их под фальшивой мирной риторикой. И сегодняшний выстрел армянского снайпера стал неопровержимым свидетельством того, что под прикрытием разведывательно-наблюдательной миссии ЕС Армения пытается реализовать свои намерения. Эту самую миссию в Армении называют мониторинговой, но под этой нейтральной вывеской действует именно шпионская организация, о чем, кстати, неоднократно писали сами же армянские эксперты, утверждавшие, что главной задачей высадившегося в стране камней европейского десанта является шпионаж за странами региона. Азербайджанская сторона неоднократно подчеркивала, что расширение этой миссии ЕС в Армении, ее противоречащей достигнутым договоренностям деятельность, а также закупка Ереваном индийского оружия, изготовленного по французским лицензиям и непосредственные поставки вооружений Парижем способствуют обострению ситуации в регионе. По мнению военных экспертов, недавний вояж французского генерала в Армению и его появление на условной границе с Азербайджаном говорят о том, что Париж целенаправленно готовит Ереван к войне. Допускаем, что Армения при поддержке внешних игроков может попытаться провести военную операцию на условной границе. Такие действия, поддерживаемые внешними силами, могут привести к дальнейшему обострению ситуации и усилению военных столкновений в регионе. Впрочем, виток этих действий очевиден для Армении, которая, к сожалению, так и не научилась делать выводы из собственных ошибок и лелеять несбыточные мечты о победе над Азербайджаном. О том, что Ереван готовит очередную провокацию против нашей страны можно было понять из интервью Пашиняна британскому изданию The Telegraph, в котором армянский премьер позволил себе агрессивный тон и завуалированные угрозы. И вот сегодняшний выстрел армянского снайпера, который находился на боевых позициях на условной границе, можно считать началом реализации Армении своих планов. Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали действия армянского снайпера. Мы видим, что снайпер выдвинулся вперед от боевых постов в воскресенье Армении, занял там огневую позицию, залег в засаду и после выстрела по азербайджанскому солдату покинул ее. Сам характер действий снайпера свидетельствует о том, что данная провокация готовилась заранее и эти действия никак не получится выдать за ответный, как любит в таких случаях утверждать армянская сторона. Проанализировав сложившуюся ситуацию, можно сделать очевидный вывод, снайперский обстрел азербайджанского пограничника является частью более широкой стратегии Армении и ее союзников по эскалации напряженности в регионе. Эта провокация была рассчитана на ответный огонь со стороны воскресения Азербайджана, что, безусловно, дало бы повод обвинить Баку в агрессивных действиях и тем самым дало бы обоснование для укрепления разведывательно-наблюдательной миссии Европейского Союза в Армении. Очевидно, что подстрекатели и покровители Армении готовят ее к деструктивным действиям в регионе, что обеспечит поддержку их геополитических интересов под предлогом необходимости восстановления стабильности. Такие действия не только подрывают возможности для мирного решения долгосрочных конфликтов, но и ведут к углублению разногласий между странами, увеличивая риск дальнейшей эскалации. Впрочем, внешние игроки могут преследовать свои цели, но итог их действий будет расхлебывать Армения. Неужели этого не понимают горячие головы в Ереване?